Набираем полторы тысячи лайков и я сразу сажусь записывать новую серию. Всем привет дорогие подписчики и зрители канала, с вами Локи и мы продолжаем карьеру за Джека Ханта FIFA 23 на PS5. У нас как мы видим номинанты на звание лучшего игрока года. К сожалению Ханта здесь нет, здесь есть только Холланд, Кодан, Венисиус и Мбаппе. Один наш бывший одноклубник, один нынешний, ну и два футболиста Манчестер Сити. Ханта нет в номинантах, поскольку летом мы перебрались в новый клуб и в FIFA так устроено, что переходя в новую команду, твои успехи в прошлом клубе никак не учитываются для номинации на золотой мяч. В общем будем бороться за эту номинацию в следующем году, ну а сейчас давайте смотреть что ждет нас в этой серии. Я посмотрел ребят на календарь, здесь довольно много матчей с командами из нижней части турнирной таблицы, поэтому наверное в этой серии мы что-то сыграем в чемпионате, завершим групповой этап Лиги Чемпионов. Ну и доведем дело как раз таки наверное до Суперкубка, который будет уже в следующей серии. Вы если хотите скорее увидеть эти матчи Суперкубка, я думаю это будет жаркое событие, обязательно поддержите этот видосик своим лайком. Усаживайтесь поудобнее, если вы новенький и еще не подписались, обязательно жмите кнопку подписки, чтобы она становилась серенькой. Ну а также взлетайте в наш телеграм, там у нас анонсы выхода новых видосов, также там новости, уведомления. Ну и заглядывайте на мой второй канал, его название Фандом Лига, ссылочка на который есть в закрепленном комментарии. На втором канале мы проходим сюжетные игры, пчеловая атмосфера, вечерком, по чашечку чая, посмотреть интересное какое-нибудь может даже игровое кинцо, такие там игры тоже будут. Ну а сейчас идет там Хогвартс и Атомик Харт, а на днях уже стартует прохождение Ласт оф Ас. В общем ребят, всем буду рад, подписывайтесь, заглядывайте, ну а мы отправляемся на первую игру. Это игра против Испаньола, они сейчас в первой десятке, и давайте начинать. На данный момент Хантер лучший бомбардир в лиге, на втором месте идет Ансу Фати из Барселоны, и разница у них примерно, если мне не изменяет память, где-то голов 5. Но постараемся, постараемся забить еще, чтобы оторваться, чтобы в концовке сезона было все покомфортнее. Для нас нам нужно сегодня забить или отдать, нужно нанести пару ударов поворотом, ну и получить оценку не ниже 8,5. Нужно выполнять все поставленные задачи главным тренером, чтобы оставаться в старте. Также сегодня, ребята, в серии у нас есть шанс побороться за шестую победу в группе Лиги Чемпионов, и так скажем, оформить 6 побед из 6. Это, я думаю, тоже было бы очень здорово, поэтому нужно стараться. Ну а здесь первая атака Испаньола, залезли они в офсайт, и мяч достается нашим защитникам. Неплохая передача во фланг, можно сделать ответный пас. Ну же, кантер, момент, удар, перекладина. Вот и первый момент, а вот уже и атака Испаньола, и нам забивают. Не забиваешь ты, забивают тебе, это главное, ребята, правило футбола. Мы попали в каркас ворот, ну а соперник буквально в следующей атаке поражает уже наши ворота. Очень печалит меня, конечно, наш вратарь, поскольку во многих моментах он вообще никак не может спасти. И вот здесь он упал с запозданием, а так чаще всего делают галкиперы с маленьким рейтингом. Хотя рейтинг нашего вратаря не особо-то и маленький. Но если мы вспомним карьеру за Милан нашего вратаря там, то даже рейтинг 89 не всегда отражает мастерство галкипера. Хантер зарабатывает штрафной. Это, ребята, шанс. И сам же Хантер подходит к точке. Хантер берет разбег, бьет поворотом, мяч пролетает над крестовиной. Еще один прострел в нашу штрафную. Здесь хотя бы защитник смог разобраться. Родриго. Его чуть-чуть подтолкнули. Штрафной в пользу нашей команды. Родриго делает пас на Хантера. Хантер мяч проталкивает. И здесь, ребята, пенальти. С небольшим запозданием получилось пробить у Хантера. И мяч застрял просто в защитнике Эспаньола. И мяч отскочил в руку. И было это все в штрафной. 11-метровый назначает главный арбитр. Теперь важно забить. Попробуем аккуратно в уголок. Ну, можно и так, ребят. 1-1. Перехитрили мы здесь голкипера. Но если бы он упал в эту сторону, я думаю, он бы смог отразить этот пенальти. Ну, а так очередной гол Хантера. И, ребята, пока ничем. Снова Хантер. Еще один удар в дальний. Здесь уже вратарь спасает. Хантер. Удар ножницами. Вот это момент. Главный арбитр добавил одну минуту к первому тайму. Здесь хороший перехват. Мы успеваем сделать пас на Венисиуса. Соперник играет грубо. Но арбитр уже на это никак не реагирует. Первый тайм пока ничья. И вот самое обидное в таких играх, когда у Эспаньола был буквально один момент. Первая атака на наши ворота. И они сразу же забили. Ну, был бы наш голкипер получше. Возможно, такого эпизода бы не случилось. А сейчас Хантер залетает в штрафную. И вот здесь уже он не оставляет шансов сопернику. Хантер делает счет 2-1 и оформляет дубль. Ну, рано или поздно, когда ты создаешь много моментов, они начнут залетать. Ну, и вот Хантер здесь исполнен. С левой мощно в дальней. Ну, и пас от партнера был тоже очень хорош. Передача на Родриго. Направо. Ну же, Родриго, забить. Красавец. Красавец, Родриго. Мы еще и голевую передачу оформляем. Ну, и уже Родриго с другого фланга залетает в штрафную. Буквально во вратарскую. И так же, как и Хантер, забивает в дальний угол. В этой серии у нас открывается трансферное окно. Возможно, наша команда сделает какие-то приобретения. Еще момент. И 3-2. Ну, посмотрите, сегодня что ни удар у соперника, то все залетает в ворота. И вратарь будто просто пустое место. Но здесь я согласен. Здесь сложно было такой удар отразить. Очень близко. Еще и в дальнюю девятку точно. Тут, мне кажется, ни один голкипер бы не среагировал. Но все равно, вот какой-то, знаете, уверенности нет у обороны. А это опасный момент. И в ближнем наш вратарь спасает. Ну и все. Это, друзья, победа. Игра получилась довольно непростой. Соперник не просто так находится в первой десятке. И они неплохо боролись. Реализовывали свои моменты. Но мы все же забрали 3 очка. Мы переключаемся с чемпионата на Лигу чемпионов. И как мы видим, у нас 5 матчей, 5 побед, 15 забитых голов. 9 пропущенных, конечно, немало. И встречаемся мы с Бару Семенхен-Ладбах. Давайте постараемся выиграть шестую игру. Не в каждой карьере нам, кстати говоря, если получалось выигрывать довольно большое количество матчей в группе, получалось по итогу выиграть все шесть игр. Постоянно мы на шестом матче чаще всего спотыкались. Постараемся не допустить этой ошибки сейчас. Вот так вот выглядят стартовые составы команд. И, ребята, поехали. А так часто бывает, ребят. Казалось бы, у тебя уже 5 побед. Сделай шестую. Отпразднуй чистую победу в группе. Но бывает какая-то расслабленность. Уже в голове сидит то, что ты 100% вышел. Тебя уже никто не догонит. Ну и бывают ошибки. Нам нужно забить один гол или отдать одну голевую. 50% обводок и оценка 8,5. В Лиге Чемпионов Хантер тоже забивает немало. Если я не ошибаюсь, на его счету уже 10 голов. Так что здесь мы тоже будем бороться за звание лучшего бомбардира. Когда игра идет, надо этим сполна наслаждаться и, ребята, забивать как можно больше. Потому что футбол это все-таки праздник для болельщиков. И самое, наверное, главное, это красивая игра. Забитые голы. Ну и, конечно же, трофеи. И вот личных трофеев у Хантера пока не так много. Попробуем. Давайте попробуем отсюда ударить. Хороший момент и хороший гол. Вот так вот Хантер, ребята, начинает эту игру. Но когда появляются такие зоны, здесь нужно брать игру на себя и забивать красивые голы. Хантер оформляет очередной мяч в Лиге Чемпионов. Говорит, ребят, поставьте лайк. Сейчас самое время. Посмотрите, какая пушечка. 20,5 метров. Притирочку со штангой. Красиво, красиво укладывает Хантер. И выводит Мадридский Реал вперед. 11-й гол в 6-ти играх. То есть из 16-ти забитых голов, сейчас 16-й гол Реала в Лиге Чемпионов, Хантер забил 11. Родриго. И вот здесь чуть-чуть бы поаккуратней. Венисиус. Ворота были пустые. И вратарь хозяев просто потерялся. Венисиус в номинации на игрока года. Может быть, сейчас он забивает не так много, как Мбаппе забивал у нас в ПСЖ. И что-то мне подсказывает, что либо Холланд, либо Мбаппе будут игроком года. Ну и скорее всего, мне кажется, что это будет Мбаппе, поскольку мы с ПСЖ выиграли Лигу Чемпионов. Мбаппе тогда назабивал очень много, а Холланд проиграл. 30-я минута, снова прострел в штрафную. И снова наши защитники играют на отбой. Но не получилось как следует выйти. Хотя бы здесь голкипер нашей команды спасает. Давай-давай, Хантер. Воткнулся он в соперника. Ну вот здесь зато отработал. Здорово, Хантер. Ну, Хантер просто немножко поиздевался. Да, чуть-чуть повезло, что мяч был скользкий. Голкипер не смог его забрать. Но Хантер доработал в этом эпизоде до конца. Не выдал хороший пас. Венисиус забивает пустые. Сегодня у него два гола похожих. Когда голкипер уже отыгран, нужно только попасть. И мы в первом тайме забиваем три. Хантер снова. Венисиус здорово. Забей! Винни хэт-трик оформляет в первом тайме. Вот это было красиво. И как он принял? Защита потерялась. Ну и Хантер какую передачу отдает? Тот самый случай, друзья, когда наша команда подошла к шестому матчу группы в полном порядке. Без недооценки соперника. Но как мы видим, Баруси Эвенкин-Гладбах не собирается сдаваться. Один гол до перерыва они отыгрывают. Но и есть вопросы уже к нашему вратарю, когда вот так вот отдают на ближнюю штангу. Он почему-то делает шаг к центру. Они закрывают наоборот ближний угол. Еще удар. Вратарь с трудом справляется. Баруси завелась. Они начинают второй тайм так же агрессивно, как и первый. Хантер, черпачок штрафную. Здорово, удар. Я думаю, надо просить замену. Не будем рисковать. Только мы попросили замену, как тут же, как мы видим, травма у нашего игрока прошла. Ну и покидаем мы поле, поскольку уже замену не отменить. Также и у соперника замена. Сейчас посмотрим, как завершилась эта игра. Она так и закончилась со счетом 4-1. По итогу Эрлинг Холланд становится лучшим игроком года. И очень странно, что именно он, а не Мбаппе. Игра против Реал Сосейдад находится внизу турнирной таблицы, поэтому этот матч мы быстро симулируем и смотрим, как он завершит. Это победа 2-1. Хантер и Родриго забили по голу. Игра против Хитафи. Они также находятся за пределами 10-го места, поэтому эту игру мы тоже симулируем. Наша команда сейчас набрала хороший ход. Здесь тоже победа. Тюрам, Венисиус и Хантер забили по голу. Победа 3-2. Хантер становится лучшим игроком месяца. У нас также объявляется команда года. И самое странное, что Хантера нет ни в нападении, ни среди полузащиты. Игра делает вид, что ее просто нет. Ты забиваешь кучу голов, отдаешь множество голевых передач, а для игры ты просто пустота, поскольку ты перешел в другую команду. Это очень странно. У нас сейчас игра против Леванты. Ее мы тоже симулируем. Давайте быстро смотреть, как она завершится. И уже будем отправляться на игру против Бетиса. Здесь тоже победа 3-2. Хантер, Родриго делает дубль и приносит победу нашей команде. У нас, друзья, игра против Бетиса. И кажется, наша команда и наша мольба, наши просьбы услышало руководство. Будем надеяться, что Кепа подсоберется и будет тащить. Давайте отправляться на игру, постараемся выиграть. Конечно, немножко странно, что наша команда ставит Кепу сейчас на ворота. Скорее всего, они даже... Ну нет, он с 29-го года. Мне кажется, он был в составе, по-моему, когда мы пришли. Просто голкипер, который был перед ним, он вроде как просто покинул команду. Я не знаю, как там, в общем, обстоят дела, но Кепа хотя бы нам знаком, ребята. Мы знаем, что в некоторых моментах, если он поймает Кураж, он может действительно выручать команду. Ну, посмотрим. Он уже тоже в возрасте. Может быть, не все так здорово. Но вариантов у нас все равно нет. У нас есть еще один голкипер, так у него рейтинг вообще 74, по-моему, или 73. Бетель сейчас находится в тройке. И вот сразу Кепа вступает в игру. Хороший был момент. Плотненький удар в дальний угол. Хороший паста Хантера. Хантер! Качнул одного. Передача дальше на Венисиуса. Они с Родриго вместе несутся в атаку. Ну, что ж ты, Винни пожадничал. У нас 17 минут позади. Игра проходит буквально без центра поля. Сразу, как одна из команд подхватывает мяч, они несутся в штрафную соперника и уже не распасовываются долго в центре поля. Хантер здорово залетает в штрафную. Хантер! Не получилось с левой докрутить. Давай, 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 Родриго! Молодец! Хотя бы не упустил мяч. Венисиус, Хантер залетел в штрафную. Момент, удар и гол. Хантер открывает счет в этом матче. 32-ая минута. 1-0. Мы вот здесь. Наше трио нападение здорово разыграло. Ну, а Хантер залетев в штрафную уже не оставил шансов голкиперу. это 1-0. И мы выходим в лидеры этого матча. Ну, посмотрите, вот здесь красиво разыграли все в одно касание. Ну, а Хантер просто исполнил свою работу. 25-ый гол в 18-ти матчах. Родриго, Хантер. Сейчас набирает скорость по флангу. Хантер, надо попробовать обыграть один в один. Хантер! И простреливай в центр. Почти дошел мяч до Венисиуса. У нас начались вторые 45 минут. Бетис сразу начинает их с атаки. Удар поворотом и снова Кепа. Молодцом. Распрыгался. Начал тащить. Мы выполняем поставленные задачи главного тренера, но нам надо еще немножко оценку поднабрать. Чуть-чуть ее улучшить. Ну, и вот сейчас Хантер полетел в сольный проход. Не успеют здесь защитники. Главное забить. Хантер, давай! И гол есть. Гол есть, ребята! 52-ая минута Дубаль. Я чувствую, что Хантер будет бороться за лучшего игрока Сомбаппе и Холландом на следующий год, потому что именно эти парни забивают очень много. Венисиус с нашим приходом стал действовать больше в розыгрыше. Да, он забивает, но не так много, как Хантер. И снова Хантер. Давай-давай, Вини! Пошла подача забить! Венисиус. Это был шикарный момент, но попал он прямо в галкипера. Опасная передача. Кепа! И снова Кепа, ребята! Ну, я думаю, за эти сейвы в этом матче ему уже можно поставить лайк. Еще одна подача, еще момент! И Кепа красавчик! Еще один опасный момент, но здесь уже было не спасти. Бетис один гол отыгрывает, счет становится 2-1. Они все-таки добиваются своего, но и тут в центре немножко провалились. Хорошая передача на Хантера. Хантер полетел в штрафную. Надо делать пас в центр. Забить! И Венисиус вновь не забивает. У нас остаются последние 15 минут. Хантер, передача на Венисиуса не прошла. Есть еще 10 минут. И Бетис залетает уже в нашу штрафную. Надо встречать. Скидка в центр. Опасно. Момент, удар и гол. 2-2. Не мог сегодня Кепа спасать на постоянке. К сожалению, наша оборона при первом голе и потом уже после начала немножко привозить. Ну и здесь шикарно, конечно, расстреляли ворота. Навод Венисиус своими моментами сегодня не воспользовался. Но есть еще немного времени. Надо попробовать вырвать победу. 2 минуты добавляет главный арбитр. Они, ребята, уже истекли. Бетис в последней атаке. Ну главное сейчас третий не пропустить. И все. Только лишь ничья. Не просто так Бетис был в тройке. Я надеюсь, выпуск вам понравился. Поддержите его лайком. Пишите комментарии. Подписывайтесь на канал. Ну а в следующей серии нас ждет Супер Кубок Испании. Будет жарко. С вами был Локи. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok